Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Что значит жизнь в голове? Как выйти из этого состояния? Благодарю. О, это совсем интересная история. Что такое жизнь в голове? Продолжение следует из того, что только что ответила. Это когда вы в своей голове за всех всё думаете, за всех на себя одеваете, что будет, как они с вами будут разговаривать, что вы им будете отвечать. Такие монологии театрального происхождения в ролях, в действах, в таких патетических тонах. И потом разочаровано всё, к сожалению, а чаще всего, как ни парадоксально, к радости, происходит не так, как вы себе всё придумываете. Вот когда ограниченность среды, в которой нас с вами воспитывает семья, когда вот эта ментальность пресловутая, того нельзя, здесь невозможно, а здесь вот совсем кому сказал, то чтобы как-то справиться с этой непростой ситуацией, мы начинаем выдумывать несуществующие или фееричные картинки, или ужасные картинки. Вот как только вы научитесь хотя бы начинать 5-10 минут в день, просто заставлять с интересом себя вот так задавать вопрос, вот что вокруг тебя происходит, как себя ведут люди, как они к вам обращаются, ко мне обращаются, вот куда я сейчас пошла, вот чем я сейчас занята, или чем я занята. И когда вы себя увидите, ну ох, как в разных ипостасях, ох, как в разном таком понимании того, что ваше время просто отщёлкивается, вот тогда будет пресловутый выбор на первом этапе. Я вообще понимаю, где я. Я понимаю, что этим людям, которые вот то ли бесцеремонно, то ли беспардонно, то ли вообще меня не замечают, я сама позволила так себя с собой вести. Мы каждый раз с вами говорим на тему того, что осознавать, что происходит, и понимать, что это, собственно говоря, каждого из нас мера ответственности, ну не очень приятная история, ну правда не очень. До момента, пока вы не начнёте вообще хотя бы чуть-чуть соображать, и не откликаться на кнут, а всё-таки как-то пытаться прояснять, не вскакивать от того, простите, не вскакивать от того, что мамка позвонила или какой-то там друг сказал, что вот прям бегом скорей, а немножко вспомните и возьмёте хотя бы месяц отношений, год отношений и посмотрите, в этих отношениях было плюсов больше, чем минусов, и какую там вообще вам назначили должность, какие обязательства на вас навалили. И как вы их исполняете? Что внутри копите? Как только начинается любого порядка сопротивления, значит, вы уже в принудительно обязательном каком-то положении. Вот с этого начинайте, не надо брать большего. Но появившаяся мысль в голове это или привычная история, это наши мозги для того делают, чтобы не находиться в этом пресловутом настоящем, значит, то, где вы находитесь, для вас, ну, совсем некорректная история. Или вы не хотите что-то делать, и тогда начинается такое витание в облаках. Значит, сами себе назначаете, сами собой управляете и честно выполняете назначенные себе действия, поступки и всё, что, собственно говоря, выбрали. А потом проясняете, вот этот мне Баян-то к чему? Ну, вот как я за него ухватился или ухватилась? И тогда жизнь начнёт меняться, да, не сразу. Инерция, она очень серьёзная. И мало кто вас сразу отпустит. И мало кто откажется от того, чтобы вас не отыметь, вам как-то там не рассказать, что нужно вам сделать для того, чтобы другому было хорошо. И много-много всего. Но для этого нужно научиться немножко видеть 360 вокруг градусов, что вообще происходит. Кто в вашей местности находится, кто ногами дверь открывает, кто руками, кто вообще бесцеремонно лежит на вашем диване и ещё подкрикивает, чтобы чайку принёс. Ну вот чуть-чуть понаблюдайте, что же вы создали для себя, создатели вы, творцы мои золотые. Продолжение следует...